Салам до стор, меня зовут Саша. Уже почти полтора года я активно познаю такую великолепную страну, как Кыргызстан. Это самая красивая природа и самые добрые люди воплоти. Эта страна, хоть и по размеру не очень большая, но у неё такая огромная и интересная история, которую стоит узнать абсолютно каждому. Именно про это сегодня у нас и будет с вами видео. К тому же, сегодня очень радостный праздник, День Независимости. Буквально 15 минут назад я запостил в свой инстаграм историю, где призвал вас помочь мне с поздравлением Кыргызстана, написав мне по-кыргызски, как это сделать. В общем, мне нужна помощь от вас. Напишите, пожалуйста, вот здесь, как поздравить по-кыргызскому с Днём Независимости. Ну, я думаю, вы понимаете, для чего мне это нужно, и мне нужна ваша помощь. Если что, подписывайтесь на мой инстаграм, он вылезет вот здесь сбоку. Буду рад вас там видеть, отвечаю абсолютно всем. Так вот, сейчас покажу мастер-класс. Вот так-то. С Днём Независимости Кыргызстана. В прошлом году я посмотрел свой путь познания Кыргызстана, а сегодня я хочу продолжить свой путь и уже начать знакомиться с историей этой великолепной страны. Я всегда видел Кыргызстан таким, каким он является именно сейчас, в этот момент. То есть актуальные песни, актуальные рэп-хиты. И сегодня мы окунемся с вами в прошлое и узнаем просто величайшую тонну крутой информации. Еще раз поздравляю вас с Днём Независимости, мои дорогие. И не будем медлить, и поехали! Друзья, ну что, как многие из вас меня просили, сегодня мы посмотрим анимированную мультяшную историю Кыргызстана. Это видео взято с канала Тентек Тентек, там еще много всего интересного, в том числе и истории. Ссылка будет в описании. В этом видео вырезаны некоторые моменты, склеено сразу три части, и нам будет очень интересно. Погнали! История Кыргызстана. Начало истории Кыргызов. Первое упоминание. Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Почему? Потому что, чтобы знать, куда идти, нужно знать, кто ты, что пережил, через что прошел. Кыргызской республике 25 лет. 25 лет наша страна независимо строит свою собственную историю. За эти 25 лет было две революции, поменялось свыше 25 премьер-министров, Манасу исполнилось 1000 лет, городу ож 3000, и много чего другого. Но как же мы ко всему этому пришли? Почему мы называем Кыргызской республикой? И что происходило ранее? Данный видеокурс направлен на то, чтобы максимально понятно и интересно объяснить вам основные события, происходившие в течение всей 2000-летней истории Кыргызского народа. Напрашивается вопрос, почему 2000-летняя история? Давайте попробуем с вами сейчас в простой форме понять азы становления кыргызской государственности. Первое упоминание о кыргызах было аж 2200 лет назад, в 201 году до н.э. Иными словами, в 201 году до н.э. мир первый раз узнал о существовании народа кыргыз. Стало же известным нам это из китайских источников, написанных тогда китайским летописцем Сымадзянем. На западе от нас есть народ гянь-гун. Высокие, желтобородые, голубоглазые и татуированные. Это наши предки. Так назвали нас китайцы в те времена. Татуированные. В 201 году до н.э. Интересно, в каком году появились татуировки? Нас похорили гунны. Давно вот так вот. С Модэ Шаньюем, который нагонял страх на весь Китай. Великую китайскую стену построили как раз таки, защищаясь от него. Это был целеустремленный, кровожадный и жестокий лидер, который ради короны убил отца. То есть, с нашествием Модэ, мир впервые узнал о кыргызах. Ого. И здесь начинается сразу же вторая часть. Но первая часть, согласитесь, очень-очень многообещающая. Правда? О первом упоминании о народе кыргыз. Да-да, только что. Это было завоевание нашего народа гуннским правителем Модэ. После этого нет никаких записей о наших предках ни в китайских, ни в персидских, ни в каких-либо других летописях вплоть до 5 века н.э. В 5 веке появляется косвенное упоминание. Впервые после столь длительного периода неизвестности. Знаете, там как будто сейчас детективы какие-то. Познаем то, что было написано давным-давно. Европу поразил пич божий, Аттила. О, я знаю про него. Он пронесся со своими полчищами от Алтая и до Центральной Европы, не зная поражений. Вот, друзья, про кого-про кого, а про Аттилу я слышал. Это правитель гуннов в 434-453 годах, который объединил под своей властью тюркские, германские, также другие племена. Да, я знаю, даже делали медаль с ним, по-моему. Ладно, смотрим дальше. В отецком Аттилы германские племена были вынуждены переселиться с территории современной России, Кавказа и Украины на запад. Украины? Откуда я? После его походов римская и византийские империи стали платить дань, дабы не быть стертыми с лица земли. Про себя Аттила говорил так. Я бич божий, молот вселенной. Там, где ступал мой конь, больше не растет новая трава. Высоковано себе мнение был. В своей книге «История Аттилы и его наследников» Там даже фильм, по-моему, был. Я не ошибаюсь. Писал, в истории человечества имя Аттилы стоит в одном ряду с именами Александра Македонского и Юлия Цезаря. А какая же связь с древними кыргызами? Аттила на знаменитой фреске Делакруа 1810 года нарисован рыжеборотом. Вспоминаем о гяньгунях, которые тоже были рыжеборотами. Кроме того, он пришел из Алтая, что было местом проживания древних кыргызов. Также его мама, по некоторым сведениям, была из рода Хыргыз. То, что современные венгрии потомки гуннов Аттилы, оставшихся в Европе, наталкивает на мысль то, что мы и венгры относимся к одной языковой группе, алтайской. В свете всего вышесказанного, мы можем сделать некоторые выводы относительно истории нашего народа. Ну, слушайте, с каждым разом все интереснее и интереснее. Там был хыргыз или что такое, а здесь другое. Которые повествуют о войнах инисейских кыргызов с тюрками. О кыргызских и тюркских героях, о быте и культуре народов, населявших Центральную Азию, Сибирь и Монголию. Рунические надписи – это древний алфавит, на котором писали на огромных каменных клыбах. На этих камнях отражена великая битва в лесу Сунга, которая была последним событием в войне инисейских кыргызов и восточных тюрков в 711 году. Краткий экскурс по тюркам. Великий тюркский каганат – это империя, основанная в 552 году Бумынханом. Это было очень сильное государство, куда в Талас к младшему брату Бумына из Теми съезжались послы из Ирана и Византии. Так быстро все происходит, что я иногда не могу схватить полностью информацию, но это очень интересно. Вот если бы у нас в школе вели так уроки, то это была бы просто бомба. Добро заучиться поддержкой каганата. Чтобы понять величие, стоит отметить, что каганат простирался от Монголии по Центральной Азии и до современного Ирака. Столицей государства был город Суяб – современный Токмок. А вторым центром была Таласская долина. В 603 году государство распалось на восточные и западные каганаты. Да, это я знаю. Такие кыргызы впоследствии воевали с восточными тюрками, когда стали претендовать на лидерство в Центрально-Азиатском легионе. Предводителем кыргызов в те времена был Барспек Аджо. Он был умелым дипломатом. Заручился поддержкой тюргешей. Это народ, который в 700-е годы проживал на территории северного... Заручился поддержкой... Фотографию. Интересно, да, как броня такая? Это народ, который в 700-е годы проживал на территории северного Кыргызстана и империи Тан, Китай. Барспек Аджо создал коалицию против восточных тюрков. Тюрки, понимая, что не смогут воевать с тремя государствами сразу, предприняли поход против кыргызов. Каган Тюрков Капаган в 709 году отправил своего лучшего генерала Култыгина во главе армии. Поход был тайным и проходил зимой. Зимой на Енисея снег выпадает по 80 сантиметров. Труднопроходимые места. Поэтому зимой Кыргызы не ждали врага. И всего лишь охраняли важные подходы к Енисею в горах. Прикольно. Везде снег, а они без одежды здесь. Восточные тюрки подкупили одного из местных, который показал ход, который не охранялся. После того, как они прошли через проход, они напали на Кыргызу. Сложный путь у них был. Застав их врасплох. Блина были отрезаны друг от друга. Поэтому каждое племя воевало против тюрков малым количеством. Мы напали на спящих Кыргызов. Мы копьями прокладывали себе путь. Говорится, в одной из рунических наций. Не очень, конечно. Поступок они не сделали. Тогда они не ожидали. Принял решающее сражение в лесу Сунга. В 711 году. Где проиграли. И проиграл Куртигину. Да. Впоследствии Кыргызы до 820 года не имели сильного государства. И платили дань сначала восточным тюркам, а потом и уйгурскому Каганату. Но потом, в будущем, все исправится в лучшую сторону. Вау! Друзья, я просто поражен такой историей. Мне бы очень хотелось продолжить просмотр таких вот интересных видеокурсов. А вам пишите в комментарии. Потому что, если вам это интересно, и мы с вами имеем одинаковые интересы, это вдвойне круто. И я буду продолжать, так сказать, рубрику познавания истории становления Кыргызстана. Также, конечно же, если вы тоже знаете какие-то интересные факты из истории, то не поленитесь и напишите их там внизу в комментариях. Я буду лайкать, читать, и мне будет очень интересно познавать и пополнять свой багаж знаний с большей интересной и полезной информацией от вас уже. Огромное спасибо команде Tentek Tentek за такой крутой видеоурок. Друзья Кыргызы, еще раз поздравляю вас с Днем Независимости. Желаю вам всего самого наилучшего. И чтобы ваша страна процветала, развивалась не по дням, а по часам. На своем был я, Саша. И замечательный Кыргызстан с его великолепным багажом огромной истории. Все. Всех люблю. Всем пока-пока. И хорошего вам праздника.